70 дней, ни одного дождя. Сегодня 70 дней. Это новый рекорд. Прежний в истории Кулунды 57 дней. Тогда что-то довышело. В этом году земля вышена, и на этом фоне поля со всходами скорее исключение. В каждом хозяйстве есть по несколько таких вот клеток, которые самые ранние, ну первые посеяли рано, которые, допустим, вот здесь пары были, их и посеяли, здесь, да, здесь немножко стрельнуло. Но это не оптимальные сроки. Это так, просто повезло. Отравлено все, все чистенько, но толку-то нету. Столько денег закопали, и все. Еще, может, чуть-чуть подтянется, ну, кого-то, ну, это уже все. И теперь фермеры в общей лодке неудачи. Пожалуй, именно неудачи. Засуха засела в западной части края. Кулундинский, Немецкий, Ключевский и другие районы под солнцем, как под лупой. Засуха почвенная и атмосферная, сухие сильные ветра лишь усугубляют ситуацию. У Анатолия Плохотникова 5000 гектаров, две трети из них подсолнечник. Урожай будет небогатым, и это, понятно, даже не специалисту. Шляпка маленькая, она не успела сформироваться, а значит, и семечек тоже будет мало. У карликовой пшеницы таким же будет и зерно, и даже собрать его будет сложно. Еще будут потери, потому что вот это зерно, ну, вот это, допустим, вот этот колосок, вот этот вот, он 50% упадет на землю, потому что он маленький, его не скосишь, не подберешь. В Кулундинском сельхозуправлении это лето сравнивают с летом 97-го. Правда, в Краевом Минсельхозе признают, что эта засуха покруче. За три месяца выпала треть от нормы осадков, и это только середина лета. Существует целая примета по вызову дождя, так, чтобы он наконец-то пришел, нужно закопать муравейник. Поможем кулундинским фермерам. В ближайшие недели дожди не прогнозируют фермеры один на один со стихией. Каждый день они объезжают поля, фотографируют свой ущерб, но уже не ради расстройства. До 23 июля Минсельхоз края принимает от районов документы, подтверждающие ущерб засухи. После они будут направлены в Россельхозцентр для оценки ущерба. Затем Алтайский край вправе будет направить письмо в правительство России с просьбой рассмотреть возможность выделения доп. поддержки аграриям края из резервного фонда. Сколько вы вложили в урожай? Ну, примерно, подсчитывали где-то, ну, вот у меня, что, 4,5, почти 5 тысяч тоже. Где-то около 10 миллионов вложили. Хотя бы наши затраты погасить бы уже, как бы хорошо было, что мы уже не до хорошего, что потратили, чтобы вернуть все свое, вот это больше нам ничего не надо. На следующий год. Чтобы засеяться, чтобы зерно. Сейчас же вы представляете, какие цены будут на зерно. Но будущее посевная сейчас страшит не так, как проблемы, которые начнутся осенью. Фермеры клонды в этом году сеяли трижды, надеясь до последнего. Когда стало понятно, что всходов не ждать, засеяли уже кормовые. Но зеленой массы нет, а значит будет мало сеножа и силоса. У Андрея Вейса полторы тысячи голов. Лошади, коровы, бараны. Чтобы их прокормить, нужно 4 тысячи рулонов сена. Собрал он 600. Насколько заготовим корма, оставим, а остальное продадим. Все время собирал, всю жизнь, считай, собирал. А и сейчас раз продать его, как-то, ну, жалко, конечно. Продать можно все, как говорится, а потом никак не восстановить его. Сами они занимаются сенокосом в неудобных местах. Уже вокруг озера и косят и камыш, и осоку, скажем так. Рассматриваем соседние районы. Где-то, если есть необрабатываемые участки, будем косить на них. Готовы, как бы разослали уже во все инстанции объявления о покупке кормов. Правда, покупать корма фермерам придется самим. В муниципалитете денег на это не предусмотрено. Еще одна районная помощь – отсрочка аренды на землю. В рамках краевой поддержки сельхозпроизводителям обещают пролонгацию кредитов. Размер компенсации, от чего будет зависеть сумма и каковы критерии для нее, все это не уточняется. А между тем, гибель посевов уже подтвердили 23 района. Выгорело 90 тысяч гектаров. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Анастасия Дороган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова